Всем доброе утро! Сегодня приготовила вкуснейшие сырники. Очень быстро готовится, буквально 15 минут. И вкусный завтрак готов. Гришуль, ты идешь кушать? Это чуть-чуть мало. Мало, да? Да, помогу тебе. Такие что-нибудь. Оп. Это очень у меня. Тебе приятного аппетита. Спасибо. Тарелочку поближе ставь себя. Мы сейчас собрались ехать отвозить Кирилла до школы. По плану сегодня практически последний день учебы. И дети должны были от школы пойти пешком в кино. Они идут на мультик, по-моему, да? На мультик в кино. Но у нас на улице пошел дождь. Поэтому сейчас не знаю, как будем довозить детей. Возможно, кто-то будет разводить или на машинах. И довезем на машину детей. А уже потом, после кино, возможно, дождь закончится. А потом мы с Гришей хотим поехать на дачу. Посмотреть, что там с газоном. Если на даче дождя нет, то полить его. Вот такой план у нас сегодня был. Так они хотели классно прогуляться. Пешочком, ножками. Пройти с всем классом. Провести время. А тут вот прогнозу, начался дождь. И снова у нас местная технология. Идет дождь и кладется асфальт. Это Саратов. Причем, когда сухая погода, мы здесь ездим часто. Я вот не наблюдала, что в сухую погоду. Они специально, что ли, ждут, да, пока такая погода начнется. Это просто я ничего не понимаю. Наверное, сцепление асфальта свежего и битума лучше в дождь. Скорее всего. Ну все. Дети в кино. Отвезли на машинах. Так они ждали. И родители хотели все отменить. Ну зачем? Я думаю, что не проблема взять и организоваться. Правильно же. Довести ребят. И причем дождь закончился обратно. Они, может, сами дойдут. А мы с Гришаней сейчас поедем на дачу. Мы уже в пути. Сейчас будем поливать там. Да, будем поем газончик и вернемся. У Гриши сегодня занятие с логопедом. Нам надо все успеть. У нас есть на все про все час. Чтобы выехать обратно. Туда доехать и выехать. Сильно поливать не буду. В принципе, влажный газончик, влажная земля. И хотела вам показать, сколько сорняков. Но смысл в том, что я не знаю, как мне пройти их вырвать, если я пойду, то я потопчу газон. А его топтать нельзя. Я, наверное, немножко еще выжду времени, как он подрастет. И потом уже буду заниматься вот этими сорняками. Это Мелисса. А вот там прям сорняки, сорняки растут. Красивый газончик. Это подстриг. Ортем его в прошлый раз. А этот еще рано стричь. Надо подрасти как следует. Какие всходы красивые. Гришуль у меня просто уснул. Птенечек маленький. Спит, малыш. Машка подремлет пока. Едем до логопеда. Не стала я поливать. Даже воду не включала. Просто сорняки подергала. Гришулька. Гришенька. Гриш. Гриша. Мы приехали, Катя. Дуан, занятия. Я хочу. Почему? Она же тебя ждет. Играть пойдешь, Катя? Нет. Почему? Нет. Она очень расстроится. Она тебя ждет. Пойдем? Поиграем у Кати? Нет. Да. Да-да, я пойду с Катей играть. Хорошо? Ты пойдешь с Катей играть? Ну все, пойдем. Кто-то поспал? Все хорошо? Сейчас заеду на почту. Мне пришла посылка. Заеду в СДЭК. Вообще направлялась в СДЭК. И мне пришла смс, что посылка на почте. В общем, мы тут все рядышком. Очень удобно, кстати. Я не помню, как я это оформила. Но смысл в том, что на почте можно оформить по номеру телефона какие-то данные ввести. Ну, данные самой почты. И все, когда приходят посылки, не нужно извещения. Просто приходите, ничего не заполняете. Номер телефона говорите или фамилию. И вам приходит код. Этот код говорите и забирайте посылку. Но в очереди все равно нужно постоять. В очереди это не отменяет. Небольшая продуктовая закупка. Из овощей взяла лук, редиску, помидоры, зелень обязательно, лук, огурчики. Огурчики сейчас по 70. Редиска по 80. Помидоры по 150. И зелень. Обязательно много зелени. Укроп, петрушка. Всегда добавляю в салат. Мне очень нравится. А еще такой лайфхак. Чтобы зелень вот так не портилась, нарезаем ее, ну, как салат. Убираем в миску. Миску закрываем, ну, в контейнер, закрываем его. И в холодильнике хранится несколько дней вообще спокойно. Лучше, чем вот так будет лежать. Морковка. И из мяса у нас хотела попробовать Мираторг стейк. Хочу сделать на ужин. Котлеты на обед буду готовить. Фарш домашний взяла. И вот такой бекон. Микоян. Это я буду делать гороховый супчик. Вот так захотелось гороховый суп. Прям очень-очень сильно. И для горохового супа еще взяла вот такую вот приправу Маги. И взяла приправу свою любимую для сочной курицы с чесноком. Здесь приправа, а здесь пакет для запекания. Складываем туда картошку, курицу, можно овощи какие-нибудь. И в духовку. Вкусный ужин или обед готов. Нашла рецепт, как готовить гороховый суп по науке. Ну, я буду так, немножко с отступлениями. В общем, горох необходимо помыть несколько раз, чтобы вода была прозрачная. Затем заливаем его кипятком и даем немного постоять. Затем переливаем, ну, эту воду, может быть, сливаем, я не знаю, перекладываем горох в кастрюлю и варим примерно час-полтора. Овощи подготавливаем. Морковь можно нарезать или натереть на крупной терке. Лук мелко нарезаю и картошку тоже мелко. Лук и морковку обжариваем на сковородке. Горох у меня варился примерно полтора часа. Он разварился. Теперь с помощью погружного блендера я его буду превращать в пюре. Далее в кастрюлю отправляю картофель. Спустя 15 минут добавляю в суп зажарку морковку и нарезанную копченую грудку. Ну и, конечно же, сухарики должны быть к такому супчику. Ой! Я батон полила маслом обычным подсолнечным. Всегда добавила специи и соль. Какие-то были там у меня универсальные. Вот такой получился супчик с гренками. Очень ароматный. Всем приятного аппетита! Будем сейчас с вами открывать посылку. Мне пришел заказ из интернет-магазина Любимый Василек. Обязательно оставлю вам в описании ссылку на сам сайт и на все товары, которые сейчас покажу. Ну что, распаковываем с вами посылку. Я тут уединилась. Приходит все в мешке, как я показала, да, и вот в таком дополнительно упакованном пакете. Тут у меня, кстати, одеяло лежит, полуторка или двушка, сейчас я не помню. И еще много-много вещей, и все вот так компактно приходит в мешочке. Последние разы я заказывала Василек через Почту России. Там выходит дешевле, чем с Деком. И, кстати, быстро приходит посылка, прям практически как с Дек. Ну, может быть, она на один-два дня дольше. В среднем где-то неделю, может быть, десять дней, ну, максимум. Ну, нет, даже две недели, я такого не помню. Где-то, наверное, семь-десять дней идет посылка. Вот так. Заказ можно оформить от тысячи рублей минимально. И если вы что-то хотите дозаказать, ну, например, оформили, такие, ой, хочу еще вот к этой скатерти вот эти салфетки и, например, вот эти шторы или полотенца или там еще один комплект чего-то там, постенного белья, например. В этом случае можно сделать дозаказ один раз. Два-три раза уже нельзя дозаказать один раз. Два-три раза уже нельзя дозаказать один раз. Так, так, так. Все, ушла. Давайте я прям по списочке, по накладной сразу покажу вам. Думаю, у меня, кстати, не очень много позиций. Набор полотенец рогожка Королевский лимон. Я в подарок заказала вот такой набор. Сейчас покажу скатерть. А, скатерть. Комплект штор. Скатерть. Комплект штор. Вот такой красивый. Сейчас я попробую покажу. И полотенце для кухни. Вот такие лимончики яркие, пёские, красивые. Это у нас набор полотенец ткани Рогожка. Рогожка – это очень плотная ткань. Из неё делают полотенце для кухни. Я уже заказывала не первый раз. Из рогожки делают скатерть. И вот теперь ещё появилась новинка. Это занавески. Их очень много на сайте. Прямо на любой цвет и вкус. Они короткие. То есть такие для кухни. Как они ещё называются? Короткие занавесочки. Мне кажется, у них люверсы. Нет, не люверсы. В общем, короткие занавески для кухни. Они не супер длинные в пол. Смотрите, вот такие красивые, яркие летние лимоны или апельсины. Вообще написано, что это лимоны. Но вот это похоже на апельсин. Вот это на лимон. Вот. Очень плотная ткань. Покажу вам поближе. Это внешняя сторона лицевая. Вот это изнанка. У меня такие полотенца с другой расцветкой висят на духовом шкафу. Есть петелька. Можно повесить с помощью петельки. Вот так на кухне быть висит. Да, руки вытирать. Отличные, удобные полотенца. Я их стираю. Все в порядке. У меня такие светлые тона. Вот такие я взяла в подарок. Три полотенца. Цена набора 252 рубля. Три полотенца. Идем дальше. Салфетка махровая. Это я докупила тоже в оранжевом цвете. Салфетки для уборки. Можно использовать в качестве полотенца для рук. Или вот гости приходят вот такие салфеточки для кухни. Тоже яркие. Сто процентный хлопок. Как махровый полотенец. 30 на 30. Вот. По 59 рублей вот эти яркие салфеточки. У меня такие есть на даче, но они такого коричневого цвета. Дальше. Давайте я вам шторы покажу. 180 на 145 сантиметров. Ну, вот такие же лимоны. Что интересно посмотреть. Итак, в комплекте шторы и два подхвата. Вот они, подхваты. Тоже лимончики. И вот они, шторы. Сейчас я вам их открою. Покажу вам. Ну, такие же, как полотенца, да, только вот 180 на... Сколько я сказала? На 145. Тут я вам покажу, как сделано сверху. Вот. Видите, куда надеваются крючочки, которые висят сверху на багетке. Вот так вот надеваются на крючки. То есть лента для крючков здесь есть. Блин, они такие большие. Они большие. Они достаточно, если сравнивать, они... Вот такая ширина у них. 145. И длина 180. Почему я сказала, что они короткие? Вот, 180. Это у них длина. Вот такие плотные шторы. Кстати, они хорошо все прикрывают. Видите, плотность у них достаточно высокая. Красивые шторы. Лимончики. Я думаю, для подарка прям отлично. Можно собрать комплект. Это я выбрала такую яркую, летнюю расцветку. Кстати, как вариант, можно такие на даче заказать. Мне кажется, будет отлично. Да? Не слишком поостро. У нас кухня белая на даче. Мне кажется, хорошо будет с такими шторами. Так, в общем, вот такой комплект штор. Я не знаю, цена зависит от расцветки. Нет, не от расцветки. Наверное, они примерно одинаково все будут стоить. Так, в комплекте двое я сказала, да, штор. Они и вторые. Вот они. Сейчас мы все аккуратненько сложим, уберем. Так, это у нас подарок. Комплект штор стоит 1592 рубля. Вот. Такая цена. Дальше. Я заказала просто на резинке. Помните, я вам показывала новый комплект постельного белья с красивыми цветами. Невероятно красиво. Артему тоже понравилась расцветка. Там с цветами. С такими. Цвет самого комплекта такой зеленый. Изумрудно-зеленый. Подушки в цветах. Пододеяльник в цветах. И одна сторона у пододеяльника вот такой же цвет. Изумруд с цветами. А вторая серая. Я заказала просто. Там в комплекте была простынка. Я ее либо на дачу отвезу, либо я ее оставлю для гостей. У нас в зале диван, когда приходят гости. Вот там просто подойдет такая обычная. А сюда я заказала просто на резинке к этому комплекту. На сайте Василек есть отдельно постельные принадлежности. Отдельно подушки, одеяло, отдельно наволочки, отдельно пододеяльники. Что еще? И отдельно простыни. Вот. Я заказала просто на резинке к этому комплекту. Просто набираете бланш. Ну, слово бланш. Или комплект белья, например, там, не знаю, весенняя сказка. Или вот там красивые цветы набираете. И к этому комплекту сразу все, что есть в ассортименте вам выдается. Вот там был комплект двухспальный я заказала и заказала простынь. Вот в следующем заказе. Если есть наволочки, вам покажут наволочки. В общем, можно дозаказывать какие-то комплектующие к этому комплекту по отдельности. Что, собственно, я и сделала. Теперь к тому красивому комплекту у меня есть простынь на резинке. Это тоже покажу вам. Это сатин. Моя самая любимая ткань в сельке. Это сатин. Она очень плотная. 100% хлопа. Но при этом она нежная-нежная, как шелк. Вообще шикарная. Если вы кому-то хотите в подарок, например, выбрать комплект постельного бери, обязательно выбирайте ткань сатин. Вот она на резинке. И это очень круто, потому что, когда вы стелите просто на резинке, когда у вас матрас, когда у вас кровати матрас, она никуда не съезжает. Ни вправо, ни влево. Ни шагу, никуда. Все просто шикарно. Покажу вам поближе к качеству. Вот эта резиночка сшита. Сшита. И вот так это. Это борт. Борт достаточно высокий. Вот он, бортик. Вот так идет угол. Вот так натягивается. Вот так натягивается вниз. Вот тоже постелю вам, потом покажу. Постираю ее, покажу вам. Комплект я вам показывала в прошлом видео. Вставлю вставочку. Так, простыни у нас отправляется в стирку. Стоит это на 1693 рубля. Размер я взяла 180 на 200. Бортик 30 сантиметров. И последнее, что я заказала, это одеяло магия бампук. Я взяла на дачу. 1387 рублей. Это у нас размеры, хотела посмотреть. Не указано будет спальная. 140 на 205. Это, наверное, у нас полуторка, да? 140 на 205. Простыняла у нас евро. Значит, 140 на 205. Так, одеяло магия бамбука. Самое обыкновенное, классное одеяло, оно гипоаллергенное, производитель Ившей Стандарт. У нас такие одеяла есть, и в детской есть. В общем, очень крутое. С обратите внимание, что есть легкое, есть все сезонное. Так как у нас на даче бывает весной холодный и летом холодный, вообще у нас такой дом достаточно холодный, но очень хочется такое что-то вот более тепленькое на себя натянуть, одеть пижаму. А дети у нас еще и раскрываются ко всему. В общем, одеяло я беру все сезонное. Еще плюс ко всему у нас Кирилл с бабушкой любят оставаться еще в осень, до последнего. Почти пока снег не пойдет, они ночуют на даче, поэтому я беру не легкое, а именно вот такое одеяло. А, вот, смотри, самое маленькое я взяла, 140 на 205, есть 172 на 205, есть 200 на 220. Вот, то есть эта цена вот у меня за этот размер. Давайте я вам покажу его. Особенно я люблю вот эти вот чехлы. Я в них на дачу вещи перевожу, храню сезонную одежду. Вот эти вот чехлы, это отдельная моя любовь. Чехлы, в которых приходит одеяло из любимого веселька. Вот так выглядит одеяло. Очень мягкое, оно как облачко, просто нежное, невероятное, посмотрите, стеганное. Казалось бы, оно такое тоненькое, но на самом деле оно очень теплое. Как раз мой размерчик. Вот этот раз укутаться в одеялко вообще шикарно. Очень хорошее, мягкое, приятное, очень классное. Да, чего даже можно в машинке стирать, я стирала. Так, что у нас по составу? Наполнитель бамбукового волокна сорт 1, чехол, полиэстер. Вот. Все, я вам показала. Сейчас пойду поставлю простынку стирать. Обратно соберу подарок, который я приготовила, шторы и полотенца. Я оставлю вам ссылки на сайт любимого веселяка, как обычно, в описании. Проходите, смотрите, выбирайте. Обратите внимание на этот комплект шикарнейший, который я вам показала. прям рекомендую от души обратить на него внимание. Красивый, расцветка просто космическая, шикарная, роскошная. И все ссылки, и все на сам сайт, и на все товары вы оставлю в описании. Проходите, смотрите, выбирайте. Ребята, мы сегодня купили тук в такой магазине, где у нас называется полный тук. Гриш, а тебя ничего не смущает, Гриш? Нет. А шорты? Посмотри на свои шорты. Все в порядке, как ты думаешь? Да, в порядке. Я же кушаю тук. Нет, я вижу, что ты кушаешь. Давай ты шорты правильно наденешь. Нет. Ну, посмотри, они у тебя надеты шиворот на выворот. Тебе так не кажется? Гриша, давай ты переоденешься, а то, говорят, ты мета плохая. И наденешь правильно, хорошо? Гриша, хорошо? Хорошо. Ну, давай. Очень удобно, как я вам и говорила, нарезаю вот так мелко лук. Отдельно в мисочку. И укроп, петрушку. Отдельно в миску. Кстати, можно вот так и замораживать, но, я думаю, завтра, после завтра мы это все съедим. Мы делим салат, добавляем. Мы хорошо кушаем. Мы с Артемом. Дети не особо. Буду сейчас делать котлеты. Сюда я добавлю желток. Планирую добавить желток. И измельчу на блендере лук и чесночок. Пару зубчиков. И на гарнир сделаю картофель. Картошку нарезаем дольками. Прям крупными. Прям как в Макдональдсе, кто пробовал картофель по-деревенски. Вот такие дольки. Сюда я добавляю соль, специи для картофеля, немножко куркумы. В общем, вот что-то из этих специй. У меня их тут много. А, красной паприки немножко сладкой. Копченой паприки добавила. И поставила разогревать духовку. Сейчас все это выложу на коврик для выпечки. У меня два вот таких теклоновых коврика. Один я использую черный для несладкой. Для несладких блюд, для мяса. Мяса, овощей. А такой же, только бежевого цвета, я использую для сладкой выпечки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА